Это новый день, прямой эфир мы продолжаем. В соцсети попало и видео, где участник известного шоу об экстрасенсах якобы изгоняет из ребенка беса. Самовольные экзорцисты явление не новое. Как к этому относится церковь и можно ли пресечь опасные псевдодуховные практики? Об этом в сюжете Серафима Сашлеева. Эти леденящие душу кадры не что иное, как попытка изгнать из ребенка дьявола. Во всяком случае, так действие обозначает участница телешоу соревнований экстрасенсов и по совместительству самозваный экзорцист Ирина Игнатенко. Согласно данным СМИ, хендмейт отчитка стоит 60 тысяч рублей, то есть и пользу людям принесла, и на хлеб заработала. Сеть переполнена такими примерами. Но что такое изгнание демонов в понимании церкви? Можно ли им заниматься в повседневности? Слово это экзорцизм латинского происхождения и дословно изгнание, вытеснение, выдворение. Речь идет о изгнании темных сил из души человека. Это, конечно, особое действие, которое всегда воспринималось как соборное. Должно отметить, что даже те люди, которым был дар Духа дан на изгнание темных сил, имели этот дар от церкви, не чисто лично для себя и, как правило, не для особенной молитвы, а молитвы вместе. Поэтому церковная практика экзорцизма была, собственно, соборной. Что касается случая, связанного с изгнанием или мнимым изгнанием беса из отрока ребенка при экстрасенсорном воздействии, то если даже это не какая-то инсценировка человеческая, то может быть инсценировка бесов, которые подыгрывают и делают вид, что они поддались на какое-то время для того, чтобы человек пошел по ложному пути. Заметно, что такая псевдоотчитка – настоящее насилие и для жертвы, и для участников наблюдателей. Но самопровозглашенный экзорцист Ирина Игнатенко, виновница видеоскандала, считает, что ее практики – это исцеление человека. Посредством импульсов и воздействия на определенные нервные окончания голосовые связки можно излечить человека. Прежде чем браться за определенные виды работы по изгнанию демона, я провожу анализ, знакомлюсь с историей болезни пациента. Это может стать фактором формирования психологической травмы. Это я могу свидетельствовать достаточно уверенно, как травмотерапевт. Когда ребенок связан, когда его держат взрослые, когда над ним осуществляется что-то, что ему совершенно непонятно, а при этом он сопротивляется и кричит, но он не может убежать. А если еще в этом участвуют люди близкие, то это еще большая может быть травма для ребенка, когда он вдруг видит, что его там мама или папа или кто-то из родственников, они его держат и они над ним что-то такое совершают. Даже теоретически, если бы мы могли назвать это лечением, как, ну, например, недорекционные методы медицины и так далее, но здесь мы видим откровенный вред насилия и, в общем-то, высокая вероятность формирования травмы. Поэтому, мне кажется, по этому критерию мы не можем это назвать лечением. К сожалению, не только заработок, но и невежество становится причиной для вольных отчиток. В церкви уже просили верующих не прибегать к подобным горе-инициативам. Так в ноябре этого года жители Волгоградской области пытались освободить от нечистой силы своего 10-летнего ребенка с помощью икон и чеснока. Митрополит Волоколамский Ларион, комментируя этот случай, указал на недопустимость отчиток по произволению. Они верят не только в Бога и дьявола, но они верят еще в сглаз, в порчу и в то, что церковь оценит как суеверие. Но, во-первых, это никогда не совершается над детьми. Во-вторых, это может совершаться не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиереи. И, в-третьих, что самое главное, мы не должны путать какие-то феномены психического порядка с беснованием. Тем не менее, массы зевак любопытствуют в местах проведения сомнительных обрядов, чтобы хоть одним глазком заглянуть в преисподнюю. Отлученный от церкви Сергий Романов, еще будучи схиегуменом, регулярно проводил яркие и эффектные отчитки в Среднеуральском монастыре. Целями шоу «Половли бесов» свидетели называют повышение личной популярности и легкий заработок на суеверных людях. В то же время экзорцист-любитель в своем стремлении управлять миром духов может ссылаться даже на Евангелие. Мол, послушайте, что сказал сам Христос мне в оправдание. «Наставник, видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Это, надо иметь в виду, относится к этапу установления церкви. То есть период, когда церковь только распространялась, и нужно было помочь тем людям, которые были готовы в нее войти и занимались чем-то, на их взгляд, полезным, войти в церковь и объединить свои усилия с нею. Если же этого не сделать, то такие усилия будут посрамлены. И в деяниях апостольских мы читаем о том, как некоторые пытались изгонять бесов, но в ответ получили именем Иисусовым, но в ответ получили слово от демона. «Кто такой Иисус, я знаю, а кто вы такие?» И бесноватый набросился на этих людей, и они спаслись бегством. В святоотическом предании отношение к контактам с духами внятно высказано голосами угодников божиих. Так преподобный в Арсенофе Великий писал «Запрещать бесам делом уже и великих, имеющих над ними власть, нам же немощным, остается только прибегать к имени Иисусову». К акту экстрасенса-бесогона Ирины Игнатенко уже приковано внимание правоохранителей. Следственный комитет начал проверку инцидента с ребенком. Таким образом, грозить пальцем дьяволу дело не только псевдодуховное, но и, вероятно, подсудное. В Серафим Сашлеев, Денис Калантай, телеканал «Спас». И прямо сейчас с нами на связи известный журналист Борис Соболев. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, в чем же секрет популярности такого адского цирка, такого ядовитого опиума для народа? Почему это так востребовано сейчас? Ну, во-первых, в смутные времена всегда повышается интерес ко всей этой чертавщике. А во-вторых, если одновременно, сразу по нескольким, по многим телеканалам лить людям в уши вот всю эту чушь и ересь, то волей-неголей даже здоровый человек задумается. А может быть, прав? А может быть, вот эти вот люди там с какими-то накрашенными глазами, черными ногтями, с каким-то там страшным взглядом что-то из себя представляют? Я считаю, что во многом то, что вот эти родители позвали эту ряженую мошенницу что-то там изгонять, это результат не только их личной глупости и невежества, что, конечно, имеет место. А это результат, ну, по сути дела, оккультной пропаганды. И этим занимается сразу множество каналов, не будем их упоминать, они всем понятны, всем известны. И, кроме того, в общем, эти же каналы к нам, так сказать, не с Марса спустились, да, а ими владеют вполне респектабельные медиахолдинги. Так что государство не имеет претензий, как мы видим, ко всему этому. Но у меня вопрос в этой связи. Это как-то монетизируется? Кто зарабатывает на этом? Это же для чего-то делается. Ну, конечно, это курица, несущая золотые яйца. Сначала это монетизируется путем телевизионного рейтинга. Все эти программы имеют хороший рейтинг и, соответственно, задорого продают свою рекламу. В этих оккультных эфирах. А потом происходит повторная монетизация, когда эти шуты гороховые, вот эти ряженые все, выходят на магический рынок со своими как бы псевдоуслугами. Засветился в телевизоре уже тариф там от 30 тысяч рублей, от 50 и так далее. Они все такие состоятельные ребята. Ну, вы как никто знаете эту кухню и работали с этими людьми. Расскажите, пожалуйста, насколько они токсичны? Может быть, они угрожают всяким страшным сглазом, порчей, чем-то еще? Вы же раскрывали несколько, насколько мне известно, таких персонажей. Ни одного. Ну, кто-то там угрожает, действительно. Те, кто из них понаглее, да, пытались как-то угрожать какими-то там бредовыми своими порчами. Но, понимаете ли, это ведь все действует только на тех, кто в это верит. Вот в чем все дело, понимаете. Это относится к разряду так называемой субъективной реальности. Ну, в моем понимании. Если человек верит вот во всех этих ряженых и всерьез воспринимает все их проклятия, какие-то ритуалы, что он... Эти изгнания каких-то бесов там и так далее, то так или иначе на него действительно все влияет. Ну, поскольку я в это не верю, я... Причем это даже, скажем так, это не вопрос уже веры, это вопрос опыта. Мы провели же испытания, мы более ста человек во время съемок нашего фильма, идущих к черту. Мы более ста человек проверили. Ну, способности ноль. Просто вообще. Никаких. Ничего. Даже актерских способностей нет. Так-то, если посмотреть. Ну, вы знаете, актерских... Да, они же... Если посмотреть биографии этих персонажей, они очень многие из них такие полуактеры. Они много лет стремились к славе. Они ходили по каким-то кастингам, участвовали там на третьих-четвертых ролях в третьестепенных сериалах, снимались в какой-то дешевой рекламе, мечтали об успехе. Естественно, их никто никуда не брал по причине непроходимой бездарности. И вдруг вот обвалилось предложение, вот давайте корчите с себя колдунов по телевизору, и будет вам и успех, и слава, и день. И они пошли на это. Ну, вот так. Борис, ну, а почему все-таки вот эти сказочные прибабахи, вот эти профессиональные волшебники, почему они так популярны? И вообще, возможно ли искоренить это как факт? Это когда-нибудь страсть... Да, это, конечно, не можно искоренить. Да, пройдет. Как только прекратится вот это массовое телевещание оккультных телепередач, да, как только из разряда дозволенного это перейдет в разряд неприемлемого и недозволенного, так все изменится, все изменится. Просто, понимаете, здесь же даже сравнить охват аудитории. Вот сколько людей сейчас смотрят нас с вами, да? Вот их смотрят в десятки, если не в сотни раз больше. Ну, просто в силу охвата каналов, в силу количества этих передач. Оно огромное. А вам не кажется, что запрещая полностью, вот так жестко, мы их сакрализируем? Может быть, стоит болезнь побеждать небрежением в этой ситуации и просто не замечать их как факт? Запрет жесткий в данном случае и глуп, и невозможен, и совершенно вы верно сказали, это только сакрализация этих персонажей. Нужно перестать их рекламировать. Этого уже достаточно. Понимаете ли? Разница между пропагандой, рекламой и просто ограниченной информацией очень велика. Понимаете? Если они, как все столетия своего существования, сидели бы где-то под плинтусом, узкий мирок для особо интересующихся, ну, пожалуйста, всегда даже в советские времена максимальных гонений на всю эту чертовщину, желающие всегда находили какую-нибудь гадалку, маму Розу в таборе, ехали, она их всегда, как всегда, обманывала, но человек достигал своей цели. Но это одно. Это была такая действительно жизнь под плинтусом. Сейчас оказались телезвезд. Это совершенно другое. Борис, благодарю вас за такой очень важный и ценный разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова